Доброе утро, девочки мои! Ласточки летают, что-то там пищат, кричат. Сегодня тишина. Вчера, позавчера был ветер, прохладненько было, хорошо. А сегодня будет уже жара опять, ну, до 30 градусов вроде бы. Люблю вот это утро, тишина, красота, небо чистое, классно. Решила я, девочки, с утра пораньше сходить в магазин, пока не жарко. Хотя вот сейчас только начало 9-го, магазины открылись уже. А на улице уже вот прям печет солнышко, припекает. Надо купить овощей, что-то у меня овощи подзакончились. Хлебушка надо купить, короче говоря. Арбуз я съела, такой был вкусный арбуз, хочу еще. Я уже думаю сходить домой, прийти. И потом уже можно будет прятаться под сплетом целый день. Немножко тенечек. Одно единственное дерево чуть-чуть дает тенечек. Так, ну что, девочки, рванула я. Решила прям с утра сначала сделать дела, выйти, пройтись, потому что потом будет жарко и некомфортно ходить по улице. А потом уже пойду домой и включу свою систему и буду делать домашние дела. Зашла я, девочки, в пятерочку. Смотрю, арбузы у нас тут есть. 23,89 стоит килограмм. Только единственное, что они крупные все очень. Не знаю, не знаю. Люблю с утра в магазин ходить. Людей нету почти, мало очень. Так, короче, думаю я взять здесь или пойти в палатки. Капуста, 19,89. Что мне еще надо? Короче, по овощам сейчас посмотрю. Может, арбуз взять тут, а может, нет. Мне большой, конечно, арбуз не нужен. Сейчас посмотрю, если выберу маленький. Взяла я все-таки арбузик в пятерочке. В общем, 6 килограмм вытянул на 135 рублей. Ну, посмотрим. Вроде звенит, но должен быть спелый. Так, ну и как всегда, я взяла хлеб тут, капусту. Вот у меня кефирчик 1% попался. Взяла семечки тыквенные. Это источник магния, оказывается. 100 грамм семечек. Это 148% магния суточного. Ну, в общем, короче, не знаю. Похрумкаю семечки. Все, болгарский перчик взяла, огурчик чуть-чуть. Всего по чуть-чуть взяла. Девочки, решила я сделать винегрет. Так, тут у меня все есть, кроме вот луковички, да? Ага, вот так вот. Все, сварила я свеклу, картошечку. Капуста у меня вот такая вот хорошенькая, кстати, капуста. Вот это вот глобал. И также глобал хорошенький, мне нравится. Фасоль красную беру. Ну, красная это мне еще тогда советовали, когда для снижения плохого холестерина. В общем, взяла горошек вот такой. Тоже, а, тоже глобал. Тоже хороший горошек. А вот это участников масло такое пахучее. И вот у меня еще огурчики вот такие вот есть. Солененькие. В общем, короче, сейчас буду нарезать винегрет на ужин себе. И заодно с вами поболтаем. Я не собираюсь вам рассказывать, как делать винегрет. Вы все и так знаете. Я просто хочу с вами поболтать, пока я буду тут резать. По телеку сейчас пока ничего нету, поэтому я решила заняться на ужин. Вообще, винегрет, хочу сказать, такое вот уникальное блюдо. Его можно есть вместо гарнира. Вот достаточно какой-нибудь кусочек мяса. У меня есть куриная грудка. Вот. И все. И вот винегрет. Картошечка, там свекла, овощи всякие разные, соленые. Все очень такое полезное. Вот. Так что вот я даже без гарнира, а вместо гарнира будет у меня винегрет. Классно, классно. Вот. Я сейчас сделаю так, чтобы на завтра было, чтобы завтра не думать об этом, ни о чем. Еще на послезавтра останется. В общем, хотя винегрет можно и на завтрак, и на обед. Вернее, я не завтракаю сейчас. На обед можно и на ужин. У меня два раза питание, два раза в день. Хотя я так думаю, что мне может быть, вот что-то уже так подумывается. Но из-за того, что последнее время что-то я вес не сбрасываю. Ну, так, едва-едва он сбрасывается, фактически на месте стоит. Я думаю, что это может быть, может быть, что-то нужно поменять. Вот я думаю, что если мне, допустим, сделать трехразовое питание, также оставить ужин, как я и делаю, да, в пять часов. Но сделать, допустим, чуть-чуть раньше у меня вот этот будет, как бы завтрак часов, например, в десять, около того. И около двух, например, сделать какой-то перекус. Потому что в этом промежутке хочется что-то все время съесть. При том, что я смотрю, что за два этих приема пищи мне некуда вписать, например, там фрукты, арбуз. А может просто там стакан молока выпить. Или там, не знаю, молочное что-нибудь съесть или попить. В общем, втиснуть хочу я в этот промежуток либо фрукты какие-нибудь, может, салатик или, может, что-то молочное. Короче говоря, какой-то сделать еще третий, скажем, неполноценный такой, но легкий какой-то перекус. В общем, я так подумываю. Ну, попробуем, посмотрим. Буду экспериментировать, по крайней мере. Вот, что еще хотела вам рассказать. Посмотрела я вчера, девочки, фильм «На крыльях», называется, сериал «Пять серий». Фильм наш, но очень он мне понравился, запал прям. Я его с таким удовольствием посмотрела. Умеют наши снимать. При том, что артисты хорошие там играют. Юрий Стоянов не ожидал. Он такую роль серьезную сыграл. Олигарха там такого. В общем, ну и молодежь там такой. Вот он как бы молодежный этот фильм. Приключения. В общем, советую посмотреть. Вот бывает вот так вот, ищешь, ищешь. Потом раз, случайно найдешь какой-нибудь фильм. И вот западешь на этот фильм. И с удовольствием смотришь, забываешь обо всем на свете. Обо всем, что вокруг творится. Ну, я под этот фильм, можно сказать, расслабилась и отдохнула. Вот. Сегодня я хочу еще что-нибудь поискать. Потому что по телеку, телек смотреть надоедает. Там как бы либо фильмы, которые я уже видела, либо новости тоже надоедает смотреть одно и то же. В общем, что-то хочется. Сериалы одни и те же тоже. Хочется отвлечься. Так, картошечка готова. Есть такое дело. Думала сделать на два раза. Решила, чего тут ополовинить. Сразу уже сделать, да и все. Ничего, не пропадет. Завтра Настя придет. Может быть, Настя захочет винегрет поесть. Может, соседку угощу. Мы угощаем друг друга все время чем-нибудь. Я ей говорю, я на диете, не неси мне ничего. Нет, она все равно, что-нибудь приносит. Потом, говорит, поешь. Вот такое вот у нас соседство такое. Делимся все время чем-нибудь. Кто что готовит, делимся. Это вот у нас такая привычка еще с советских времен. Раньше люди все время как-то угощали друг друга. Было принято. А сейчас новые соседи, ну, слава Богу, что хоть здороваются. Но не общительные. На общение не идут. То ли закомплексованные, то ли сами в себе. Не поймешь, что такое за люди. Что за люди такие пошли. Что еще вам хотела сказать про диету я вам сказала. Да, про зарядку, девочки. Мне кто-то в комментариях написал, снимите зарядку. Во-первых, я зарядку уже снимала. Я вам сказала, что зарядку снимать, это как бы, ну, мне лично проблематично. У меня нету тут такого свободного пространства, чтобы я могла просто прыгнуть в костюмчик, кинуть коврик и снимать себе. Тут мне нужно разгрести пространство, что-то там поубирать. Чтобы был фон, ничего лишнего. Поставить освещение. Здесь тоже мне сложно освещение поставить, так как мне удобно. Потому что, ну, площадка не позволяет. Опять же, надо натянуть костюм. Когда я делаю зарядку без съемок, я вот в чем хожу, в том ее взяла и сделала быстренько, раз и все. В общем, пока я сегодня себя уговаривала снять или не снять, в итоге я и не сняла, и зарядку полноценную не сделала. Ну, полноценную зарядку это на 30 минут. Ну, по крайней мере, я себя успокоила тем, что я сняла на полчаса буквально зарядку такую самостоятельно. Ну, по памяти там упражнения такие вспомнила, размяла, ручки, ножки там, все это покрутила, повертела. В общем, 10-минутную зарядочку сделала. По крайней мере, это меня успокоило, что я ее хоть как-то сделала. Потому что надо хоть как-то делать зарядку. Особенно мне это делать прям необходимо. Так, ну что, основное я порезала, половина луковицы. Да, хватит. Или я всю ее порезала. А, ну все, нормально. Так, вот такие вот манюханьки, пиндюлечки, такие огурчики. Вот это все, что есть, как раз хватит. Вот. Так что, что я хотела сказать вам, девочки. Если кто-то может посоветовать какой-нибудь хороший сериалчик. Ну, что-нибудь из новенького. Я буду рада. Потому что мне, когда смотрю, пишут, посмотрите, менталиста там. Или еще что-то такое. Ну, девчата, эти старые сериалы, я их уже, конечно же, давно пересмотрела. Все интересные сериалы я пересмотрела. Ну, редко, когда попадается на ютубе где-нибудь всплывает сериал, который, допустим, не совсем новый, но хороший. И при том, что я его не видела. Ну, понятно, с удовольствием дело посмотрю. Вот. Этот фильм на крыльях. Я не знаю, он какого года. Ну, мне кажется, это что-то новенький фильм какой-то. Смотрю я все это на ютубчике. Потому что у меня только ютубчик включается по телеку. Другие приложения у меня там что-то не работают. Их надо настройщика вызывать. Я все никак, никак, все никак не вызывала. Пока ютуб еще показывает. На большом экране, конечно, смотреть интереснее, чем на компьютере. Поэтому я стараюсь смотреть на ютубчике. На ютубчике по телевизору. Так. Ну что, девчата, кстати, арбуз очень классный. И цена получается прекрасная. Ну, получается 23 рубля килограмм, да. Там еще с пенсионной скидочкой небольшой. Ну, в общем, в итоге я вам сказала, да, сколько получилось. И 6-килограммовый такой арбузик. Сладкий, вкусный, хрустящий. Вот, кстати говоря, сейчас пошли арбузы. Хочется арбузов прям, очень хочется поесть. Но арбуз вот хорошо бы поесть, когда... Не тогда, когда ты вот села, наелась. Если потом села, пущу этот арбуз, как бы, дополнительно. Ну, чтобы какое-то время чуть-чуть прошло после еды. А потом вот на перекус нормально. Взять арбузик, перекусить и класс. То, что надо. Вот, так что я вот решила какое-то себе дополнительное питание сделать. Что вот, что-то такое легкое перекусить. Но самое главное, что все равно я не ем сладкое, мучное. Хлеба только два кусочка в день. Вот, и... Ну, вместо сладкого можно поесть, например, фрукты. Ничего страшного. Даже то, что они сладкие, по крайней мере, глюкоза, она должна поступать в организм. Но рафинированный сахар или продукты с рафинированным сахаром я не ем. Вот и хорошо. Все. Кофе я пью, как обычно, с сахарозаменителем. Так что, все прекрасно, все отлично. Так, ну что. В принципе, я уже заканчиваю. Останется мне только еще... Ну, уже это все резать не надо. Капусту чуть-чуть покромсать. И все, винегрет готов. Сейчас он немножко настоится. И на ужин винегрет, грудку поем и все. В общем-то, такие дела. Ну, ничего. Все хорошо. Все замечательно. Половина лета, кстати, прошло уже. Вот так вот ждем-ждем лето. А потом лето почему-то пробегает очень быстро. Зато вот зима, кажется, что тянется долго-долго. Ну, что поделать. У нас лето началось с раной. Оно началось у нас с жары, можно сказать. Там, где тут эта открывалка. Вот. И сейчас получается, что сидишь под сплетсистемой целый день. Утром только чуть-чуть подует. Потом закупориваешься. Так, что-то надо мне... А, вот. Нашла. О, капусточка. Какая прелесть. Я прям беру ее вот так вот. И немножко, вот ножичком подщикаю вот так. Раз, 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 раз. И все. О. Так. Хватит или еще чуть-чуть? Я думаю, еще чуть-чуть не помешает. Прям вот так. Оп. Раз, 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 раз. О. Что-то я сегодня проснулась с утра. И у меня прям такой, знаете, прям организм, он как будто бы чувствует, что сегодня будет жара. И у меня же такое вяленькое состояние с утра, как будто уже жара. Поэтому я по-быстрому рванула в магазин, чтобы потом не передумали. Вот. И все. Сейчас у дома создала себе температуру комфортную. Как там бедные европейцы без предсистемы, без кондиционера. Я не знаю. У нас хорошо. Так. Все. Сейчас я еще добавлю горошек и фасоль. И все. Все. Положила сюда все. Маслица налила. Чуть-чуть посолила. Чуть-чуть. Люблю недосоленную все есть. И все. Когда все продукты хорошие, салат получается вкусный. Сейчас он еще немножко настоится. И будет приотличненький салатик. Вот такой вот гарнитчик себе легкий. Вообще хочется, чтобы лето дольше продолжалось. Лишь только потому, что летом большое разнообразие овощей, фруктов, ягод всяких. И цены недорого уже. Во второй половине лета. Сейчас все будет дешево уже вообще. Еще дешевле, чем в начале. Вот. Хочется вот этого поесть. Сейчас я вроде бы как... Ну, не сказать, что я прямо на диете. Самый главный принцип тут интервальное голодание. Но я вам уже сказала, что из-за того, что у меня получается два приема пищи в день, мне некуда воткнуть в эти приемы. Например, поесть вот ягоды, фрукты, что-то такое, молочку туда воткнуть. Если молочку поем, только молочку одну, то я не наемся. И вот этот большой промежуток получается даже с 11, ну, с полдвенадцатого, допустим, до пяти. Если я утром поем молочку, то я уже до пяти уже не могу дотянуть. А чтобы дотянуть, надо поесть что-то такое существенное. Получается, что на перекусы не остается у меня вариантов. Ну, ладно, я вообще люблю экспериментировать. Так, все, классно. У меня салатик готов. Все, теперь к пяти часам я поем. Арбузик я уже поела, так что до пяти дотяну. Девочки, я, кажется, нашла фильм интересный на полтора часа. Называется «Экстремалы». Ну, в общем, он меня заинтересовал с первых минут. Буду смотреть. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Я решила сделать маску. Маску-чистку. Это у меня три в одно. Такая белая глина. Опа. Заканчивается. Гель, скраб, маска. Три в одно. Очень хорошо. Хорошо, когда есть три в одно. В общем, сижу с утра, пью кофе. Думаю, время зря не терять. Надо что-нибудь намазать на лицо. Про лицо надо не забывать тоже. Вот. Это хорошая вещь. Еще скатка мне нравится. Это то, что у меня еще остатки от Фаберлика стали. Сегодня суббота. Жду Настю на тренировку отвезти. Вот. Короче говоря, вот это дело я наношу. Потом немножко поскрабирую. Так. И оставлю на 15 минут. И лицо становится чистенькое, беленькое. Маска немножко осветляет даже лицо. Вернее, даже так выравнивает тон. Мне вот это нравится. Ой, сегодня опять жара начинается. Я смотрю, утро ранее. Ну, легкий-легкий ветерочек есть. И это радует. Хотя бы, хотя бы легкий ветерочек. Сейчас приоткрыла дверь чуть-чуть. На скотничке сижу. Вот так вот помассируем чуть-чуть. И все. А теперь оставим как маска работать. Сначала как скрабик массируем. Потом подержим как маску. А потом я смываю. А я сегодня Настю встречаю с арбузом. Достала немножко, чтобы он не был сильно холодный. Скоро уже Настя придет. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. А куда мы идем? На тренировку. Ну, это секрет. Настюха арбуза наелась, да? Ага, но один кусочек не съела все-таки. Ну, такой сладенький, да, арбузик хороший? Я уже второй арбуз беру. Арбузик, арбузик, вкусненький арбузик. Сладенький арбузик на травке был. Так, ну, а мы топаем. На улице 30 градусов. Дома уже сплит. Я включала сегодня. Потом, правда, она здесь пришла. Я выключила, потому что, чтобы не просквозила ребенка. Вот. Я еще не завтракала сегодня. Решила, что, ну, кофе попила. Я все решила, что все-таки поем в 11. После 11 до полденадцатого. Ну, как раз Настю к 11 отведу. И вернусь домой. Как раз это будет у меня обед. Я все еще путаюсь, не могу сказать. Обед это или завтрак? Для меня первый прием пищи. Это вроде как завтрак. Ну, а на самом деле получается тогда в 5 часов у меня обед. Или это уже, скорее всего, ужин. Ну, не важно. Ух, духота. Личата. Сейчас солнышко пока за облачками. Сейчас мы быстренько с Настюхой нырнем в транспорт. И бегом на тренировку. А потом я прямиком домой. Заходить никуда не буду. Да? Ну, все, мы помчали. Пока-пока. Все, девочки, я дома. Вот такой приготовила себе обед. Кусочек отрубного хлеба один. Одну сосисечку и винегрет вместо гарнира. Прекрасный обед. На этом я хочу с вами попрощаться. Видео закончить. И потом уже начну следующее видео, когда будет что снимать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok